В Никольском соборе Черкеска торжественно открыта экспозиция будущего музея истории церкви и казачества. На торжественном открытии присутствовали представители духовенства и школьники города. Подробности узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. 27 сентября 2020 года в Никольском соборе Черкеска прошли баталпашинские чтения, посвященные 230-летию баталпашинского сражения. Тогда же в ходе конференции появилась идея о создании музея истории церкви и казачества, который станет еще и местом для проведения различных мероприятий. Данное предложение было принято единогласно. Суть музея такова, что мы обращались к людям, как собрались вот эти экспонаты, что было общество Царьград, мы принесли сюда. Никольский собор, у них очень хорошая экспозиция, потому что все старинное, все древнее. Потом прихожане приносили, члены двуглавого орла Царьграда приносили. Мы также обращались в социальные сети, что планируется открытие экспозиции, и что нам необходимы предметы быта, культуры казаков, документы, фотографии. И люди отозвались. После официальной части была проведена экскурсия. Ребятам показали предметы быта казаков, рассказали об их образе жизни. Помимо этого, гости увидели старинные иконы и картины, священные писания на национальных языках. Также школьники узнали о подвигах церковных служителей в годы Великой Отечественной войны. Мы продолжаем эту удивительную просветительскую деятельность, которая помогает нам любить нашу Родину. Потому что, зная историю своей малой Родины, мы и вперед, и в будущее смотрим с надеждой. Понимаем, каким трудом, каким подвигом, каким мужеством наши предки созидали то, что окружает нас. Открытие такого музея поможет сохранению истории казачества. В будущем на его базе пройдет еще немало мероприятий. В конце было отмечено, что музей будет собрать различные экспонаты. Жителям республики они обратились в пользу помочь в этом. Аслан Гирюгов, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия.